Если Земля – колыбель человечества, то вода – источник всего живого на Земле, ведь жизнь зародилась именно в Мировом Океане. И клетки живых организма большей частью состоят именно из воды. Неудивительно, что человек издавна селился по берегам больших и малых рек и озер, а с появлением крупных поселений и городов возникла проблема эффективного водоснабжения. Водопроводные и канализационные сети Насколько инженерной мысли и труда сотен людей вложено для того, чтобы обеспечить нам беспроблемную жизнь. На протяжении многих лет для жителей бывшего Акмолинска источниками питьевой воды служили колодцы, а также река Ишим. Ишимская вода была чистая, прозрачная и обладала хорошим вкусом, поэтому в городе промышляло много водовозов. С ростом населения развивалось и сеть городского водоснабжения. И 10 июля 1959 года было создано Акмолинское городское управление водопровода и канализации. 28 единиц гужевого транспорта, водонапорной башни, гараж с мастерской и конюшней и другое нехитрое хозяйство – вот и все, что оказалось в распоряжении управления. Между тем временем и сегодняшним днем не просто более 40 лет напряженной работы и непрерывного развития, но и огромная разница в объемах и масштабах деятельности важнейшего объекта жизнеобеспечения города. Мощный импульс развития Горводоканал получил в 1997 году, когда началась активная работа по переносу столицы в Астану. Нелегкое это было время. Предприятие ни на день, ни на час не приостановившее свою работу увязло в путах экономического кризиса. И возрождать его выпало на долю Женбарши Есетовича Нуркенова, который в 1999 году возглавил теперь уже государственное коллективное предприятие Астанасу Арнасы. Я задумался над тем, почему практически предприятие на грани вроде банкротства, баланс отрицательный. Мы бы должны больше, чем нам. Усилили мы бухгалтерскую службу, усилили мы службу сбыта. Мы стали регулярно платить зарплату, но она, допустим, не такая же высокая, но она на уровне выше, чем, допустим, средний район, и алматический среди городской. Высший уровень на сегодня составляет 23 тысячи тенге в среднем. Зарплата не все определяет. Самый главный вопрос – это внимание человеку, забота о человеке. Еще в 1964 году было принято постановление о строительстве Вячеславского водохранилища. Оно сегодня является основным источником воды для столицы Казахстана – Астаны. Расположено водохранилище в живописных сопках к юго-востоку от города и питается за счет естественных стоков, подземных источников и частично из канала Иртыш-Карагандайшим. Для обеспечения растущих потребностей новой столицы в короткие сроки была построена третья нитка водовода протяженностью более 50 километров. После нескольких засушливых лет в 2002 году водохранилище наконец пополнилось солидным запасом чистой воды. На сегодня это около 414 миллионов кубометров. Этих запасов городу хватит как минимум на три года. Это насосная станция первого подъема. По узким крутым лесенкам спускаемся вниз и мы уже в подводном царстве. Вода плечется вокруг и от проникновения ее вовнутрь защищают бетонные стены толщиной в 2,5 метра. Мощные насосы за сутки перекачивают огромное количество воды по водоводам, поступающим в столицу. Зимой этого года была завершена реконструкция станции, полностью заменены все насосы, запорная арматура, установлены новые щиты управления, внедрен телеметрический метод наблюдения. Станция оснащена современными оперативными средствами связи. В отремонтированных помещениях светло и уютно. Словом, значительно улучшены условия труда и отдыха работающих здесь людей. Главное, считает начальник Вячеславского гидроузла Николай Михайлович Ермоленко, работающий здесь более 30 лет, что на этом руководство СУАРНОСЫ не останавливается. Предстоит еще строительство новой станции и оборудование этого объекта в соответствии с самыми современными требованиями. Пожалуй, один из самых главных объектов системы водоснабжения – насосно-фильтровальная станция. Именно здесь сырая Вячеславская водичка проходит сложный путь обеззараживания, очистки и улучшения качества, прежде чем попадет непосредственно к потребителю. Управление всеми процессами насосно-фильтровальной станции осуществляется из центральной диспетчерской. Командует здесь начальник смены. На первый взгляд технология водоочистки несложная. Но на самом деле специалисты постоянно ведут поиск новых способов и технологий повышения качества питьевой воды и снижения затрат на водоочистку и водоподготовку. В качестве фильтрующего материала вместо песчаной загрузки стали применять циолит. Это природный материал. Он значительно уменьшает жесткость воды, мутность, запах и количество микроорганизмов. Для саждения взвешенных частиц применяют полиакриламид. Благодаря этому даже в период паводка вода соответствует ГОСТу по таким показателям, как запах, вкус и мягкость. Огромная работа проведена на насосно-фильтровальной станции по реконструкции действующих мощностей. И еще больше предстоит сделать. Третий фильтр отличается тем, что мы там уложили новый дренаж. Дренаж фирмы ЭТЭК, он называется Полидев. Это полиэтиленовый дренаж со специальным покрытием, которое будет препятствовать, пусть даже небольшому, но выносу фильтрующей загрузки в резервуары. И этот фильтр уже запущен в работу, и мы видим, что работает он прекрасно. Он дает прекрасное качество воды. Испытательная лаборатория насосно-фильтровальной станции ведет планомерный контроль за качеством питьевой воды. Разработана специальная рабочая программа графики отбора проб, утвержденные санитарным управлением города. Именно лаборатория гарантирует безопасность и качество воды, которую мы потребляем. Наша лаборатория определяет 47 компонентов химическим показателем и бактериологическим показателем. Мы определяем по новому санпину термотелерантные бактерии, общекалифорумные бактерии и общее микробное число, а также сульфидицирующие бактерии и паразитологию. Мы определяем остаточный полиакриламид и остаточный алюминий определяем. Мы контролируем не только питьевую воду, которую мы в основном даем, а также бутилированную, лечебную, лечебно-столовую воду контролируем. Жители столицы ежедневно добавляют до 120 тысяч кубометров воды и обеспечить бесперебойную подачу дело непростое. Около 600 километров водопроводных сетей находится на балансе Астана-Су-Арнасы, которые надо поддерживать в рабочем состоянии. 8 насосных станций третьего подъема и 64 подкачивающих станций позволяют без проблем подавать воду на верхние этажи высотных домов. Именно на этом этапе предприятие несет вынужденные потери, поэтому у Су-Арнасы разработана программа установки водомерных устройств и подключения общедомовых и индивидуальных счетчиков за счет кредита в размере 807 миллионов тенге. Вторым важным аспектом деятельности Астана-Су-Арнасы, безусловно, является система водоотведения и очистки канализационных стоков. Этим занимаются специальные службы. Введение этого хозяйства более 250 километров сетей канализации и около 6000 канализационных колодцев, 40 насосных станций и всего 146 человек, содержащих это хозяйство, в рабочем состоянии. Помогают решать эти проблемы специальная техника – и лососная, и каналопромывочные машины, но многое приходится делать вручную. Работа трудная, малоприятная и порой опасная, ведь в канализационных колодцах скапливается ядовитый газ – метан. Достаточно одного вдоха, и человек теряет сознание, поэтому прежде чем спуститься вниз, состояние воздушной среды проверяется газоанализатором. Особое внимание уделяется работе канализационно-насосных станций, таких, к примеру, как самая крупная из них – седьмая, принимающая стоки юго-восточной части города, промзоны и пропускающая до 70 тысяч кубометров воды ежесуточной. Трудно себе даже представить, что произойдет, если прекратится подача электроэнергии, поэтому здесь существует три независимых источника питания. Это хорошая подстраховка. Много поступило новой техники, значит, это аварийные машины, это специальные машины для гидродинамической промывки коллекторов КОАП-512, значит, также насосное оборудование стараемся менять. Все городские канализационные стоки поступают на очистные сооружения или станцию аэрации. Здесь они проходят полную механическую и биологическую очистку. На первом этапе улавливаются взвешенные вещества, затем стоки поступают на песколовки, где песок задерживается по фракциям. С шести первичных отстойников осадок с помощью насосов подается на метантенки. При обработке осадка горячим паром выделяется биогаз, который накапливается в газгольдеров и затем идет в котельную, где и сжигается. Это экономия топлива и важнейший экологический аспект. В сердце биологической очистки аэротенки здесь стоки насыщаются кислородом. В этой среде прекрасно развиваются аэробные микроорганизмы, которые интенсивно уничтожают патогенную флору. И, наконец, после прохождения через вторичные отстойники чистая прозрачная вода поступает в накопитель-испаритель озера Талдеколь. Сегодня станция аэрации работает с максимальной эффективностью и предельной нагрузкой. 98-й год принес нам результативные сдвиги в плане замены технологического оборудования. Были заменены основные насосные агрегаты, были увеличены песковые песколовки, подняты борта, чтобы больше пропустить сточной жидкости. Результат очистки достиг, по сравнению, допустим, с предыдущими годами, 95-го года. В 99-м году, значит, стал эффект очистки 96-98%. Дополнительно будет ставиться хлораторная станция, будут контактные резервуары, производится, значит, дальнейшая доочистка и будет сбрасываться или в реку Ишин, или, допустим, другой водоем. Лаборатория очистных сооружений осуществляет ежедневный контроль за ходом технологического процесса, периодически делает полный химико-бактериологический анализ под 26 показателем, а кроме того, ведет контроль за промышленными токами, которые сбрасываются в городскую канализацию. К выявленным нарушителям предъявляются экономические санкции. Не секрет, что сегодня значительная часть водных сетей требует ремонта или замены. Эти проблемы решаются силами ремонтно-эксплуатационных участков РЭУ-3. Помимо ликвидации последствий аварий, а их бывает до тысячи в год, подразделение занимается реконструкцией и прокладкой новых сетей. Здесь обеспечены всей необходимой техникой, в составе бригад работают опытные специалисты. Помимо этого РЭУ занимается благоустройством и восстановлением поврежденного в ходе ремонтных работ асфальтобетонного покрытия, то есть после себя строители оставляют полностью благоустроенную территорию. Пожалуй, полнее всего ощущаешь, как бьется пульс предприятия, побывав в центральной диспетчерской. Сотни звонков и сотни мгновенно принятых решений, и груз ответственности за каждое из них. Сложное и многопрофильное хозяйство у Астана-Су-Арнасы. А для того, чтобы оно не только четко работало, но и не было убыточным, нельзя было оставить без внимания еще один очень важный участок взаимоотношения с потребителем. В службе сбыта сегодня работает 115 человек. Абонентский участок отвечает за работу с населением. Здесь идет прием оплаты сверка по начислениям заключения индивидуальных договоров, прием заявок на пломбирование приборов, а также жалоб и предложения по улучшению деятельности службы. Именно работники этого подразделения принимают на себя весь шквал эмоций потребителя и находят выход из сложившейся ситуации. Целая армия контролеров, впрочем, их, как всегда, недостаточно, занимается скурпулезной работой, сверкой списков потребителей, поиском новых абонентов, использование электронной почты позволяет получать и анализировать информацию в считанное время. А современная печатная техника позволяет всего за 18 часов управиться со всем объемом отпечатки счетов извещений вместо недели, как это было раньше. Четкая организация работы службы сбыта помогла предприятию решить часть задач по финансовому оздоровлению предприятия. В 1999 году, если убытки у предприятия составляли 130-140 миллионов тенге, то сегодня эти убытки, конечно, сократились до 14 миллионов. Сегодня мы перед бюджетом задолженности не имеем. Кредиторская задолженность сократилась почти в 2-3 раза. Чтобы нам лучше жить и чтобы действительно были самоокупаемые, мы должны в месяц собирать по 100 миллионов. Должны искать потери. Дело в том, что сегодня Астана насчитывает 500 тысяч населения, а мы получаем с потребителей 250 тысяч. Получается, что мы сегодня должны, очень тесно сотрудничая с КСК, искать наших потребителей и физических лиц, и юридических. Разработка новой стратегии управления, создание мощной экономической службы, реформирование службы сбыта, реконструкция практически на всех производственных участках, работа юридической службы – все это помогло предприятию почувствовать себя более уверенно в наркете. Еще одним этапом развития стала реализация программы модернизации автомобильной и специальной техники. Сегодня ежедневно на линию выходит 120-125 автомашин. Это землеройная техника, бульдозеры, вакуумные машины, специальные аварийные службы и многое другое. На обновление парка планируется израсходовать 150 миллионов тенге. Более 40 наименований техники предстоит закупить в ближайшее время. Помогают экономить время и деньги собственные механические мастерские, где изготавливают и ремонтируют детали для насосных станций, задвижки, насосы, водопроводные колонки. Основной костяк работающих здесь опытные специалисты – Солотой фонд предприятия. Водоснабжение и водоотведение – отрасли энергоемкие, поэтому солидная нагрузка ложится на энергоцех. Главная его задача – бесперебойное обеспечение всех станций электроэнергии и точный учет этих затрат. В электроцехе действует участок по ремонту электродвигателей. Это позволило решить собственными силами еще одну затратную проблему. Успех любого дела в конечном итоге решают люди. В Астана-Суар-Носы человеческому фактору решению социальных проблем придается огромное значение. Повсеместно улучшаются условия труда, отремонтированы и построены новые теплые боксы с душевыми, раздевалками. Работают три столовые, где самый большой из них в центральном офисе обедает ежедневно до 100 человек. В медпункте опытнейший фельдшер Людмила Ивановна Шевчук не только оказывает работникам предприятия первую помощь, но и проводит бесплатные лечебные процедуры по назначению участкового врача. Астана-Суар-Носы – одно из немногих предприятий, продолжающее и сегодня строить жилье для своих работников. В конце прошлого года 48 семей работников предприятия получили заветные ордера на квартиры в новом благоустроенном доме. И это далеко не все, что делается для людей. Работаем над тем, чтобы создать хороший спортивный комплекс, купить хорошие гимнастические снаряды в разгаре лета. Поэтому мы сегодня всех желающих собираем заявление и практически всех желающих хотим отправить. И уже первая группа укомплектована. Это будет отправлено в загородный лагерь отдыха в район озера Кутыркуль, это Боровинская зона отдыха. Также разработано положение в зависимости от вклада, в зависимости от трудового стажа. Человек, уезжая в отпуск, значит ему предоставляется лечебное пособие. Особо теплые отношения здесь к ветеранам труда, а их на предприятии немало. Кто-то уже ушел на заслуженный отдых, а многие продолжают трудиться, передавая бесценный опыт молодым людям. Самый главный вопрос – это внимание человеку, забота о человеке, чтобы он вовремя отдыхал. Организация отдыха не только его, и детей, семьи. Это создание необходимых производственных условий, жилищных условий. И мы начали пополнять молодыми специалистами. Тесные контакты работают на Евразийском университете имени Льва Николаевича Кумыльева. Мы ежегодно будем направлять на грантовые основы бесплатно 10 выпускников. И мы прошлые годы приняли 10-15, они прекрасно сегодня работают. Надо сказать, что каждым годом в этом университете качество потоков и улучшается. Должна быть большая связь науки, учебного заведения с производством. Сегодня перед Астана-Суарнасы стоят новые и сложные задачи. Идет активная застройка левобережья и обслуживать новые магистральные водопроводы и насосные станции. Предстоит этому предприятию. Работать предстоит по-новому. Поэтому специалисты Суарнасы совместно с представителями генплана работают над созданием электронной карты города. Куда будут нанесены все до единого объекты. Сети, колодцы, станции. Это позволит оперативно реагировать на любые неполадки и быстро их устранять. Впереди еще много работы и большие планы. Вложено более 10 миллиардов тенге на развитие горводоканала. Это инвестиционный программ. Самая крупная программа – это японский проект с 1904 года по 1908 год. Это 220 миллионов долларов мы берем государственный займ с участием, конечно же, казахстанской стороны. Это позволит нам поменять около 300 километров водопровода и канализации. Полностью обновить фильтровальную станцию, новую фильтровальную станцию. Полностью обновить материальную базу. И построить новый первый подъем Вячеславки. Будет совершенно новая станция первого подъема. Ну, самая главная мечта – это, конечно, чтобы мы были одним из передовых подприятий нашей республики, СНГ. И хотелось бы ориентироваться на передовые государства Европы. Все-таки евразийское государство. Чтобы мы внедрили полные промышленные технологии, автоматизацию, телемеханику. Конечно же, полная компьютеризация, чтобы было. И создать самые лучшие условия всем работникам. И производственные, и жилищные условия. Чтобы продолжать дальше, чтобы росло благосостояние наших людей. Это самое главное. Чтобы люди стали лучше жить. По подсчетам экономистов, один литр воды для потребителя стоит всего два тиина. А сколько труда, энергетических и душевных затрат вложено в это? Так давайте будем с благодарностью относиться к этим людям, усилиями которых мы почти бесплатно получаем чистую прозрачную воду, без которой не прожить и дня. Редактор субтитров А.Семкин